Девушки отдыхают Не случайно в этот период идет так называемый рождественский пост, а в пост, как вы знаете, нужно воздерживаться. И сегодня мы как раз поговорим о воздержании и, самым сложным, о отстранении себя от похоти. Это видео, прежде всего, обращено к тем людям, кто идет на проект «Выжатый стены» в подробную лизу. Вот этот период нужно быть максимально осознанным. Потому что вот это скопление тьмы, с одной стороны, это давление неких деструктивных, негативных образов, с другой стороны, вот это взаимодействие с тьмой, это как раз то, что тебя усиливает, то, что тебя питает. То есть, когда ты это осознаешь, вот эта тьма, она становится для тебя лишь неким формом. То есть, это вот, ну, как грязь. Что такое грязь? Грязь – это когда, ну, что-то не на своем месте. Например, земля на столе. Но мы берем эту землю, скидываем вниз, и эта земля – это благо. То есть, вот эта тьма, она может стать источником твоей силы. И многие традиции говорят об этом. Современная психология, например, она рассказывает нам о архетипе Трикстера, который является воплощением силы, причем силы, он вот такой вот неконтролируемый. Но об этом, как бы, в другой раз как-нибудь поговорим. Сегодня я хочу предостеречь вот эту неделю тьмы от неких деструктивных мыслеобразов, можно сказать, которые будут приходить у людей более такого примитивного плана. Это мысли будут связаны с выживанием, болезнями, с какими-то этими. Но такие люди, как правило, не смотрят на канал и видео подобного плана. Для моих зрителей более опасны образы такого, скажем, сексуального характера. То есть, когда человека, ну, по его частотам, занижают на уровень сфатистана чахты. И здесь возникает такая опасность, желание погрузиться именно в эту тьму. В разврат, в эту похоть. Вот. И поэтому сейчас немножко я поговорю о том, ну, что такое похоть вообще. Мне периодически задают вопрос люди на индивидуальных сессиях. Говорят, что вот я не могу справиться с похотью, со своими там какими-то мыслями, вот, желаниями. Ни о чем не могу думать, думаю только о сексе. Вот. Сейчас, вы поймите, весь суд делает, ну, для того, чтобы вот это вот деструктивные вот эти образы, вот эта порнография, да, которая у нас по телевизору, где кругом, она как бы выплескивается. Но здесь не проблема в том, что есть некая похоть, а ты некое похотливое животное, да. Здесь дело в том, что есть вот эта вот тьма, некая первичная сила. И вопрос в том, куда ты направляешь свое мнение. То есть, ну, что такое похоть, где она, покажи. Ну, как бы нету, как таково. Есть просто картинка. Картинка, некий, можно здесь даже говорить о сексуальном импринтинге. То есть, те картинки, которые человек взял в момент формирования его, ну, сексуальности в подростковом возрасте. Вот эти картинки, они всплывают, и вот эта сила, когда течет, она направляется туда, да, и, соответственно, у человека возникает желание реализовывать вот этот потенциал через ватхистана чакра. Так вот, я призываю вас к тому, чтобы вы осознали этот процесс и не делали так. Сексуальная разрядка в этот период приносит только потерю энергии. Попробуйте вот этот потенциал поднять выше. Вот, вытирали вот на уровне груди. То есть, ну, вот, говорить здесь можно о какой-нибудь душевности. Вот, и попробуйте вот эту силу здесь покопить. Но накопление вот этой силы, ну, это сложная штука, потому что силу, ее нужно, ну, уметь держать. А ее всегда охота, ну, цлить, куда-то потратить. Мы, люди, так устроены, что мы воспринимаем только образы. Но мы по-другому не можем. И все вот это восприятие, оно через образы фильтруется. Когда, например, человек уходит от восприятия сексуального, там, ну, например, с помощью религии, там, переходит в какую-то другую стадию, он начинает там свою жену или там свою сексуальную партнера воспринимать как Бога. То есть, что мы делаем? Мы берем вот этот некий сексуальный образ, который был там как-то сформирован, там, ну, например, мужчина воспринимает женщину, там, ну, с грудью, там, как-то еще, вот как-то. Он берет и воспринимает ее как богиню, как нечто чистое. Вот, то есть, он берет и вот этот образ утоньшает. Но это все равно образ. Здесь же я вам говорю о тех вещах, которыми мы занимались там на Нижнем Танцяне и на других моих проектах. Когда мы берем и вот эту вот, вот эту энергию, да, вот эту силу, мы ощущаем как поток. Когда вот это восприятие, ну, оно заобразно. Те люди, кто, ну, не потрогал вот это, да, не знает, как бы, о чем речь, тот, ну, когда облечен, работает только с образами. Поэтому ему вот и предлагают вот это богиня, там, Бог, там, вот еще что-то чистое. Вот, он просто утольшает образ. И уже с этого тонкого образа он потом перейдет дальше. А дальше это, когда ты переходишь на непосредственное вот это восприятие. Как раз вот то, чем мы занимаемся на проектах. Так вот, я говорю именно об этом. То есть вот этот вот силовой потенциал, вот эту тьму, попробуйте переключить в это. Люди, ну, кто вот выше с Ватхистана, он не поднимается в своих ощущениях, ну, ему сложно. Ну, можно сказать, невозможно. Куда? Он не может никуда это трансформировать. Поэтому, когда человек, ну, читая, там, о танке, да, о каком-то воздержании, или сублимации энергии выше, ну, он говорит, ну, это вообще ерунда какая-то. Понятно, потому что ему этот потенциал, ну, некуда больше поднимать. Такому человеку очень сложно понять, что в момент, ну, подхода к оргазму, да, в момент, вот, к этому пику есть возможность взять и вот этот потенциал переключить в нечто тонкое, направить, ну, в другое. Он не понимает, куда направить. Потому что он мыслит образно. Вот. Именно поэтому, ну, вся работа, серьезная над собой, она начинается с практики остановка внутреннего диалога. Когда ты пытаешься увидеть, ну, что ты и образы, ну, это, ну, как бы разные вещи, что мысли и образы, они не принадлежат тебе. А ты просто, ну, у тебя есть выбор, как бы, следователь или нет. Поэтому самый простой способ воздержания от покоти, это просто отбрасывать от себя любительницы. Брать и начинать, ну, думать о чем-то другом. О чем-то более чистом. Следующий способ, это, ну, читать какую-то мантру или молитву. То есть переключать себя, ну, на более высокочастотные вибрации. И вот эти вот все низкочастотные вибрации, они будут просто оставаться в них. Вот. И если вы это делаете, то есть вы, если вы прилагаете усилия для того, чтобы держать себя выше, вот этого, то никакие вот эти деструктивные вещи, там, конфликты, какие-то драки, там, это, они все будут находиться в стороне. Если же ты неосознан, и ты попадаешь вот в этот поток, ну, то он тебя несет. Вот. Ну, собственно, вот об этом я и хотел сегодня поговорить. Ну, сегодня у меня все. Всем пока.